Сегодня состоялись похороны одного из участников кровавой перестрелки в Днепре, бывшего бойца АТО. Прошло почти двое суток после тех событий, но что произошло в понедельник вечером в центре города, до сих пор не ясно. Почему так сложно разобраться и экспертам, и журналистам в нашем сюжете. Сегодня в Днепропетровской области, в селе Терновке, похоронили одного из погибших во время перестрелки. Это демобилизированный боец 20-го батальона Алексей Вагнер. С жизнерадостным, веселым парнем, который помогал людям бескорыстно, пошел добровольцем на фронт. Говорить об обстоятельствах его гибели друзья не хотят. Рассказывают только, что с Эдмондом Саакяном Алексей познакомился в зоне АТО. Я не знаю ту ситуацию, которая произошла позавчера, не хочу обсуждать. Просто мне кажется, просто произошло так, что Лешка поехал поддержать друга и все. И вот такая несправедливость. Впрочем, все обстоятельства произошедшего и спустя двое суток установить почти невозможно. В показаниях участников конфликта слишком много нестыковок, а полиция практически отмалчивается. К примеру, в словах адвоката Эдмона Саакяна эксперты усматривают много неточностей. Саакян утверждает, что они вышли поговорить, мирно разговаривали. Он отошел под предлогом, что он боится, чтобы взять ружье, когда ему начали угрожать оружием. Но при этом он параллельно рассказывает, что нападавшие были подготовлены и зашли с трех сторон. Собственно, чем вызвано такое количество пострадавших в итоге. То есть он противоречит сам себе. Слова Саакяна о том, что к подобным разборкам может быть причастен гражданин Израиля, компаньон его брата Шлом Нахшон, вызывают даже не вопросы, а возмущение в еврейской общине Днепра. Здесь сомневаются, что член попечительского совета общины, влиятельный человек и отец девяти детей мог решать бизнес-вопросы подобным образом. Это абсолютно частный бытовой конфликт, может быть бизнес-конфликт. Мы, к сожалению, не имеем пока полной информации. Я очень надеюсь, что Шолом Нахшон сделает заявление, расскажет свою позицию. Я надеюсь на то, что правоархитные органы проведут тщательное расследование. Могли бы пролить свет на произошедшее заявление полиции, но здесь комментируют очень неохотно. Буквально на следующий день в сети появился разговор патрульных. Они сообщали о стрельбе, о том, что четверо раненых нападавших с места скрылись на белой Тойоте и сами переехали в больницу Мечникова. Вот она, брошена возле приемного отделения. Далее говорили, что во время движения стрелявшие выбросили из машины оружие. Вот автомат прямо на тротуаре. Это перекресток проспекта Гагарина и улица Чернишевского. А на проспекте Гагарина и проспекте Карла Маркса пистолет. Чуть позже патрульные стали разыскивать еще один автомобиль нападающих. Машину полицейские вскоре нашли без пассажиров. Кто в ней был, правоохранители ответить не могут. Хотя есть кадры, где видно, что возле Субару стоит Эдмон Сайкян. Пока задержаны двое участников перестрелки. Еще троих в полиции ищут. Вот только кто это не знает. Еще мы встанавливаем особи, которые были задеяны под час этой перестрелки. Но я не могу их сказать, потому что я не знаю их прозвища. Мы знаем, что нас еще интересуют как минимум три особи. Общественники на этот счет категоричны. Мол, полиция спускает расследование на тормозах. В данном случае установить личности всех участников не есть проблема. То есть вызвать на допрос тех, кто организовал это, и дать показания со списком участников не есть проблема. Тут вопрос желания следователей, прокуроров. Умалчивают в полиции количество участников АТО, которые были во время перестрелки в кафе. Называют имена лишь двоих убитых. Это Максим Ивощук, бывший боец мотопехотного батальона 95-й бригады. И Алексей Вагнер, бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады. Как позже выяснилось, на встрече было еще двое бойцов. Они живы. С журналистами общаться не хотят. Об этом на своей страничке в Фейсбук написала их адвокат Юлия Сигеда. По мнению следствия, главные фигуранты дела в больнице. Их имена не называют. Но снова-таки в интернете появляются фото некоторых нападающих. К примеру, это ранее судимый Александр Лакиза. Его соседи по палате Давид Калашников, Давид Пабилер и самый молодой, 25-летний Станислав Ельчишев. Ни слова и не говорят в полиции и о Шаломе Нахшоне. Наказать виновных в расстреле бойцов АТО требуют сослуживцы. Иначе, по словам Дмитрия Бабкина, командира взвода бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, ветераны устроят над стрелками самосуд. По нашей информации, уже сегодня двое нападающих из больницы были переведены в СИЗО. Еще двое продолжают лечение. Павлина Василенко, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер, Днепр.